Девушки отдыхают Начал тренироваться с 17 лет 2005 года Первый раз в тренажерный зал И занимаюсь уже на протяжении 6 лет достаточно усиленно бодибилдингом Когда мне исполнилось 13 лет и прошел пабертатный период Я начал немного изменяться уже по мужскому типу Начал ломаться голос и в первую очередь я заметил, что тело тоже так же начало меняться Мышцы стали уже более крепкими И я был похож на достаточно взрослого юношу, уже будучи мне 13 лет Поэтому, соответственно, смотревшись в зеркало, я начал замечать Определенную предрасположенность к спорту И в первую очередь к мышечной гипертрофии Что, соответственно, и привело меня в дальнейшем в тренажерный зал Начиная с 6 лет, мама меня отдала в музыкальную школу И в это же время я пошел заниматься плаванием И, прозанимавшись 6 лет плаванием, когда вот как раз-таки мне исполнилось 13 лет И я стал более крепким и тяжелым уже Я пошел в дальнейшем на каратэ, кюкосинка И, прозанимавшись 3 года, уже окончательно перешел в бодибилдинг И начал заниматься бодибилдингом В первый раз, когда я пришел тренироваться в тренажерный зал И начал заниматься бодибилдингом Родители не одобрили этого Потому что в России до сих пор не признают бодибилдинг как вид спорта И плохо относятся к данному зрелищу То есть, ну, когда мама в первый раз пришла на мои соревнования И посмотрела, чего добился сын И как он выглядит Это произвело фурор И она стала по-другому относиться ко мне И к этому спорту она стала его любить Начиная заниматься бодибилдингом В 16 лет, когда пошел То есть, результаты начали появляться В первые же две недели Я начал сжать уже 80 килограмм Начиная опять-таки с 60 И результат шел очень быстро Я достаточно быстро рос И мускулатура становилась все более проработаннее и жестче И в 17 лет, что это мне позволило Поступить уже в Лесгофта Это спортивная академия Достаточно серьезного плана у нас в России И сдать все на отлично И пройти, как бы, учиться в университете В основном все мое время уходит на тренировки Я также работаю в зале тренером Тренирую некоторых людей В основном это мои знакомые И также учусь в Академии Лесгофта Уже на четвертом курсе После тренировки, когда у меня заканчивается тренировочное время Это достаточно поздно В 8 часов вечера В основном я провожу все свое время со своей девушкой Мы либо гуляем, либо ходим в развлекательные какие-то вещи Либо в кино Ну, в основном это время провожу со своей девушкой Я тренируюсь 5 раз в неделю И еще основные тренировочные дни Это понедельник, вторник, среда, пятница, суббота Я всегда достаточно серьезно отношусь к подготовкам Поэтому каждая подготовка начинается примерно за год до соревнований И, соответственно, только после определенного сезона В основном это последние два года, осенний сезон Я отдыхаю около двух с половиной месяцев А потом опять начинаю подготовку свою Она длится год и чуть больше Начав тренироваться достаточно серьезно с 2005 года В 2006 году я первый раз вышел на соревнования И выиграл свою категорию юношей, юниоров и уже мужчин на северо-западе Дальше поехал на Россию и стал абсолютным чемпионом среди юношей по России В будущем я и хочу стать профессиональным спортсменом И выступать постоянно на профессиональных турнирах И сделать этого свой основной заработок на соревнованиях Параллельно с моим выступлением я занимаюсь тренерской деятельностью И, собственно, постоянно тренирую также свою девушку Которая выступает по фигуру или поди-фитнесу Это Наталья Также тренируется со мной вместе И собирается выступать на весенний сезон 2011 года У меня 6 приемов, от 6 до 8 приемов на день Это достаточно много нужно готовить В основном я питаюсь рыбой, говядиной, яичными белками, творогом И более изысканным, что приготовит, опять же, моя девушка Наталья Собственно, она меня постоянно удивляет, что не присещается достаточно еда И я могу столько раз в день поесть Достаточно хорошо сейчас проходят мои подготовки И, собственно, если ежегодно я также буду прогрессировать Как на данный момент прогрессирую с года в год И если мое упорство не пропадет Конечно же, я хочу покорить Олимпию И стать окончательно мистером Олимпия Я сделаю все, что возможно Что в моих силах, чтобы стать мистером Олимпия И неоднократно Ну, как я и говорил, что собираюсь покорять Олимпию Причем неоднократно Также это будет сопровождаться параллельно То, что, конечно же, бодибилдинг станет Как бизнесом и достатком определенных денег Так, соответственно, завоевание дополнительных званий Ну и звания, конечно же, мистера Олимпии Соответственно же, тренировки бодибилдинга Отнимают основную часть моей жизни Ну и также это достаточно сложный и специфический вид спорта Поэтому приходится много заниматься и медицинской литературой В первую же очередь Это медицинская литература не клинического плана А спортивного Ну и, соответственно, как можно больше общаться Есть круг друзей, которые занимаются клинической и спортивной медициной Соответственно, мы общаемся Получаем какие-то знания Делаем новые вещи Какие-то открытия для этого спорта В общем, также изучаем его Потому что спорт достаточно неизученный И надеюсь, в будущем будет достаточно много знаний Достаточно новых и оригинальных знаний Которые поставят бодибилдинг Достаточно на еще более высокий уровень На две или три ступени Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok